Пока это единственный регулярный рейс, который будет выполняться из аэропорта Вологды. Самолёт авиакомпании «Псковавиа» из Пскова летит в Санкт-Петербург, затем из Северной столицы летит до Вологды и обратно. Такая схема организации сообщения позволила реанимировать Вологодский аэропорт. Вертолёты регулярно летают из вертолёта Вологодского предприятия, вертолёты «Газпромавиа». Здесь базируется «Газпромавиа», каждый день выполняет рейсы. Так что аэропорт жив, работает и без пассажирской перевозки. Но, конечно, пассажирская перевозка, аэропорт, аэровокзал, для этого он и нужен, чтобы пассажиров возить. Выполнение регулярных рейсов из аэропорта Вологды было прекращено 1 июля 2012 года в связи с убыточностью. В течение полутора лет аэропорт был лишь вертолётной базой и принимал редкие чартерные рейсы. Только благодаря поддержке региональных властей удалось сохранить аэропорт в рабочем состоянии. Аэропорт в хорошем состоянии. Я думаю, что безопасность будет на уровне высокого уровня. Возобновление регулярного авиасообщения из Вологды стало возможным после принятия программы правительства России по поддержке региональных авиаперевозчиков. В руководстве Вологодского аэропорта надеются, что к ноябрю рейс Вологды-Санкт-Петербург станет рентабельным, и дополнительная бюджетная поддержка будет не нужна. А в Лакжане маршрут уже оценили. Увидела в интернете рейс, что есть авиарейс. Я очень удивилась, начала звонить в аэропорт. Ну, конечно, я приняла решение лететь на самолёте, потому что мне, во-первых, я в поезде плохо сплю, и долго это. Авиакомпания пожелала бы такого, чтобы рекламу как-то, может быть, побольше. По телевизору, по радио пускали и возможность электронных билетов. Это только первый шаг в осуществлении межрегиональных перевозок. Дальше пойдут рейсы, которые будут связывать города Северо-Западного федерального округа, столицы Северо-Западного федерального округа между собой. Тогда мы обеспечим нашему населению транспортную доступность по всем регионам, регионам, которые пользуются большой популярностью у туристов, у бизнесменов, у деловых людей. Я считаю, что это шаг, который в правильном направлении, который сделало правительство Российской Федерации и полупредство в Северо-Западном федеральном округе. Сейчас на Вологодском авиапредприятии работает 220 человек. Это личный состав, технический персонал и наземные службы. Кроме того, на базе аэропорта работает еще три самостоятельных предприятия. Служба управления воздушным движением, метеагентство и региональная поисково-спасательная база. Если будут регулярные рейсы, то и это все будет работать. И Вологда станет еще одной крупной авиационной базой области. Алексей Коновалов, Максим Тышковец, Вологда Портал.